Добрый день! С вами передача «Мнение» в эфире Григорий Петренко и наш гость Михаил Лупашко – журналист, известный общественный деятель. И мы поговорим сегодня о теме, которая волнует многих граждан. Это 16 сентября, марш унионистов и все, что с ним связано. Но я напомню, что сегодня премьер-министр Филат заявил о том, что марш унионистов является неконституционным. Михаил, как вы думаете, вот такое заявление премьер-министра, с чем оно связано? Ну, оно связано прежде всего с тем, что он является председателем одной из самых крупных политических партий Молдовы, у которой есть свои обязательства перед избирателями партии, которая не выступала за разрушение государственности страны. Наоборот, если мы помним, ЛДПМ обещала какие-то рабочие места, борьбу с бедностью. То есть пришла она, в общем-то, в парламент с позитивными лозунгами, с лозунгами борьбы с наследством так называемого Воронина. Поэтому я еще раньше говорил, что, конечно, Филату в этом альянсе будет очень сложно удерживаться на пятачке позитива и в то же время выполнять те обязательства, которые наверняка у него были перед людьми из Бухареста, с которыми он тоже связан. Но, скорее всего, логика премьера человека, который находится, во-первых, у власти, и логика председателя партии перевесила, и он принял, в общем-то, решение, которое можно только поприветствовать, осудив этот марш. Я думаю, дальше последуют какие-то действия уже более конкретные, я не исключаю того, что этот марш просто не дадут провести. Хорошо. Многие аналитики сегодня заявляют о том, что, скажем так, нежелание премьер-министра вообще как-то обсуждать или желание его дистанцироваться от этих марш, связано с его поездкой в Москву, свой визит в Москву. Буквально сегодня он улетает, по-моему, завтра у него состоятся встречи с премьером Медведевым, и он не хотел бы, чтобы вот такой вот неприятный фон присутствовал. Сможет ли он избавиться от этого неприятного фона, я имею в виду фона унионизма? Я не думаю, что в Москве на таком уровне будут обсуждать вот такой малозначительный для Москвы вопрос, как шествие кучки идиотов в Кишиневе с какими-то идиотскими лозунгами. Скорее всего, в Москве будут обсуждаться очень серьезные вопросы по газу, по вектору развития Республики Молдова, по восстановлению традиционных связей и возвращению Молдовы на винный рынок России. Россия достаточно прагматична в этом плане, и не очень-то ее беспокоят, конечно, вот эти выходки экзальтированных личностей, объединившихся вокруг идеи унири. А что касается молчания нашего премьера, то я думаю, оно было связано с ситуацией в самом альянсе, который дышит на ладан, который разрывается внутренними противоречиями. И Филат, понимая, что распад альянса означает досрочные парламентские выборы со всеми вытекающими последствиями и с необходимостью вступать в предвыборную борьбу в очень невыгодных для него условиях на фоне социального и политического кризиса и прочих нерешенных проблем, поэтому он молчал с тем, чтобы не возбуждать и без того быстро возбудимого нашего глубоко уважаемого господина Гимпу, который, ну, общеизвестна его деструктивная позиция в отношении государственности Республики Молдова. Ну, поскольку они с Филатом в одном альянсе, значит, Филат потихонечку помалкивал, не возбуждая Гимпу каким-то резким выходом, потому что если Гимпу выходит и объявляет, что альянса больше нет, дальше уже оно начинает по принципу домино все складываться, тут же и Демпартия что-то заявляет, происходит какой-то парламентский кризис, а зачем тогда они выбрали этого человека по фамилии Тимовки президентом, непонятно, то есть Филату важно было выдержать паузу и довести ситуацию до какой-то точки абсурда, за которой уже он сможет сделать вот то заявление, которое он сегодня сделал. Ну, раз вы коснулись темы возможных досрочных выборов, как вы думаете, будут они или не будут в ближайшее время? Я не стал бы гадать, вероятность очень высока, хотя бы потому, что вот сообщение о том, что возможно, вернее уже почти решен вопрос о повышении цен на проезд маршрутном такси города Кишинева, значит, поднимутся цены в маршрутном такси Кишинева, поднимутся цены, естественно, и на других транспортных артериях страны. Поднимутся цены здесь, естественно, начнут подтягивать цены и в других сегментах, и в области услуги, и в области товаров, и в общем-то повышение цен на фоне того, что ситуация такая, что людям просто неоткуда брать деньги, неоткуда ждать помощи, она может просто вызвать социальный взрыв, и этот социальный взрыв повлечет за собой досрочный парламентский выбор. Хотя, может, какими-то сверхъестественными усилиями правящим партиям Альянса удастся как-то оттянуть на какое-то время и благополучно умереть через два года своей смертью. То есть умереть полностью без шансов на воздействие? Да, два года, конечно, это будут для них полностью убийственными, потому что все, что мы видим, происходящее, никак не вписывается ни в одно из их предвыборных обещаний. Ну, кроме того, что там обещал господин Гимпу, он, собственно, камень поставил, отношения с Россией обострил, ордена всем раздал, то есть единственное, кто выполнил свои обязательства, это, конечно, либеральная партия. То есть самый честный из них из всех оказался Гимпу перед своим электоратом? Да, получается так. Получается так. Ну, раз вы коснулись Гимпу, там, где Гимпу, там и Киртуак. Мы возвращаемся к теме 16 сентября. Сегодня Киртуак тоже заявил о том, что он бы не стал поддерживать унионистские марши, и ему они, в общем-то, и не нравятся, оказывается. Хотя мы не раз видели его заявление о том, что Молдова и Румыния – это страна, что мы должны объединиться, что один народ. Мы видели подарки земли в горшочках нашим соседям за прутом. И вдруг вот такие заявления, что он как бы дистанцировался от этого полностью. Ну, можно, конечно, увязать поездку Киртуака в Минск с этим его решением. Может, там у него были контакты с батькой, который пообещал забрать назад троллейбусы и кишинез. Будешь много говорить, а даже троллейбусы. Да, это, конечно, так, из области юмора. На самом деле Киртуак – политик, который наметил себе очень длинную марафонскую дистанцию. И он понимает, что повторение событий 7 апреля, допустим, 16 сентября, не дай бог, давайте постучим по столу, будет для него финалом этой карьеры. Потому что он разрешил это. Примария разрешила это шефстве. Допустим, я как человек демократичный, я ничего против не имею шествий, которые и в декларации прав человека записано, что люди имеют право для того, чтобы выражать свои взгляды на мирные шествия. Но это все по-другому организуется. Коль скоро эти шествия вызвали негативную реакцию в обществе, послужили предметом провокаций, которые имели место и в Кагуле, и в Бельцах. Политик, который смотрит вперед, политик, который может проанализировать ситуацию, обязан сделать все, чтобы ситуация не повторилась в более удручающем масштабе. Киртуак, понимая свое место и свою роль, и свою зыбкость на этом месте, поскольку неоднократно уже какие-то попытки предпринимаются как-то его подвинуть, там импичмент, примару, да и, в общем-то, наверное, население города не сильно радостно воспринимает его правление. Поэтому он страхуется, он хочет отгородиться от тех людей, для которых, скажем, подобная ситуация является способом самовыражения своих психозов, комплексов и своей какой-то умственной неполноценности. Но давайте не будем забывать, что Киртуак и сам вырос из этой массы людей, будучи ее частью. Она неоднородная, это масса, и я знаю достаточное число людей, которые придерживаются примерных взглядов, но ведут себя достойно, могут это обсуждать. Допустим, в обсуждениях они говорят, коль скоро, 200 лет, ситуация была такой, какой она была, значит, нужен симметричный период, не меньше, там, допустим, 100 или 50 лет, для того, чтобы адаптировать население по обеим берегам прута и так далее и тому подобное. То есть население нынешнее должно как-то вымереть для того, чтобы... Нет, не обязательно. То есть я говорю о том, что есть люди, которые не агрессивно себя ведут в этом сегменте. Для них это какая-то такая же идея, как для людей, которые, допустим, ностальгируют по СССР, идея восстановления СССР. То есть ни одно, ни другое уже неосуществимо. В одну воду войти дважды нельзя. То, что румынам удалось в 2018 году, сейчас, ясное дело, не повторится. И то, что Союз распался по объективным причинам в 90-е годы, и восстановить этот наднациональный механизм, эту, скажем так, квази-государственную структуру, тоже уже не получится. В том виде. В том виде, конечно. А ведь ностальгия-то именно по тому виду. Мы видим и историков про румынских, которые лучшим периодом жизни в Бессарабии считают период с 2018 по 1940 год. Мы видим и людей, которые застряли в советском прошлом, и не хотят замечать того страшного и плохого, что там было. То есть это асимметричные вещи, но эти симметричные настроения, асимметричные вещи, провокаторы, и люди, которым нужно каким-то образом взорвать гражданский мир в нашей стране, отвлечь людей от тех проблем, которые накопились, им нужно вот эти точки зрения сталкивать, и желательно не в дискуссиях, а где-то на улице, где первый брошенный камень дальше уже повлечет цепную реакцию, и, соответственно, уже это перейдет за все границы нормального обсуждения. То есть найти какую-то точку невозврата, да? Безусловно, уже после которой разговор будет... Безусловно, то есть превратить сначала в вяло текущий такой гражданский конфликт, а затем, возможно, его и разогреть до полномасштабного гражданского противостояния. Хорошо, ну вот я вернусь опять к Киртуаке. Киртуаке фактически своим заявлением сегодня отворачивается от своего электората, ну, от основного электората, который еще кеплил надежды, что он их представитель во власти. На кого дальше сможет опираться Киртуаке? Вот в вашей студии как-то, вернее, в нашей студии на вашем месте как-то сидела госпожа Павличенко и разделила унионистов на четыре категории. Вот видите, как... Да, то есть, с одной стороны... Достойных Ордена Республики, как гимн, да, недостойных. С одной стороны, это были те, которые идейные, вот идейные, и больше ничего не нужно, а с другой стороны, это были те, которые за деньги только развивают эту тему, да. В принципе, на Киртуаке ориентировались и те, и другие, по крайней мере, это был человек, который все-таки достиг определенного Олимпа и который представлял и тех, и других, и третьих, и четвертых. Сегодня на кого он сможет ориентироваться? Я недавно перевел статью одного венгерского журналиста, ну, венгра по национальности, но живущего в Трансильвании, в Румынии. И он пишет там о том, что в общих чертах, что ксенофобия и презрительное отношение к нацменьшинствам, которое присуще, в общем-то, было по каким-то причинам румынскому обществу, должно сейчас уйти, иначе Румыния не останется в Евросоюзе. То есть Евросоюз не станет терпеть настроение румын по отношению к нацменьшинствам, которые они не могут преодолеть. Он приводит там данные соцопроса, вот 44% румын считают, что у нацменьшинств в Румынии слишком много прав. Там какой-то процент считает, что их вообще надо выгнать из страны. И это вызывает большое раздражение политиков в Брюсселе, потому что в Европе есть четко установленные правила в отношении нацменьшинств, которые, может быть, там двойные стандарты и так далее, но официально позиция Брюсселя в этом плане абсолютно неизменная. Поэтому я думаю, что в Румынии постепенно будут пользоваться поддержкой Евросоюза те политики и те силы, которые преодолеют эти комплексы. Киртака, как я уже говорил, человек не старый, человек, который для себя видит большую политическую карьеру. И, исходя из этого своего видения, возможно, он с кем-то консультировался, возможно, какой-то новый проект готовится на правом фланге. Ничего исключать нельзя, потому что все очень быстро меняется, как мы видим. Какие-то большие партии сходят на нет потихоньку, усиливается гражданское общество, усиливаются непарламентские партии, между ними происходят какие-то коалиции, ну, по крайней мере, предполагается. То есть все быстро переформатируется, и я думаю, что Киртака в этом плане, видимо, хочет уйти от оголтелого национализма и стать националистически ориентированным правым политиком умеренного толка. Но мы такие метаборфозы видели уже с одним политиком, уже ярким. Юрий Иванович Рожко. Я же говорю, это марафон на длинную дистанцию. У нас как-то в силу нашего менталитета и в силу того, что мы видели в начале 90-х, очень быстрый приход людей к власти, очень быстрое их обогащение, очень какие-то там быстро выстраиваемые схемы, и потом такой же бывал быстрый уход и так далее. То есть мы привыкли рассматривать электоральный цикл, наверное, так даже и подсознательно, как 4 года прихода к власти, быстрого обогащения, создание экономической платформы для финансирования своей партии или других партий, и потом удержание в политике для того, чтобы эту экономическую платформу поддерживать. Опять же, это все уходит в прошлое, потому что все схемы вылазят наружу, и даже господин Березовский не смог ничего добиться в лондонском суде. Я думаю, людей, обиженных нашими олигархами, у которых есть доступ к лондонскому суду, достаточно. И кто знает, как оно будет. Сегодня олигарх, а завтра, так сказать, и не олигарх. Поэтому, я думаю... Все бывает в нашей жизни, но все меняется. А я все-таки полагаю, что у Киртуака есть потенциал для того, чтобы остаться в публичной политике. Я видел его на нескольких встречах с людьми. Должен сказать, что он не так прост, как кажется. И, видимо, его национализм тоже имеет какой-то конкретный прагматизм, как и у политика, о котором вы говорили. Ну что, давайте тогда обсудим Мариану Лупу. Он тоже высказался против проведения марш унионистов. И, более того, заявил, что они финансируются из-за рубежа. Ну, ему с высоты его роста, наверное, видно, откуда они финансируются. Он так встал, посмотрел, увидел и говорит, вот, вижу, из-за рубежа финансируются. Вижу, ясно. Да, теперь, я думаю, следующее заявление уже будет более конкретным, что оттуда-то. Просто еще как-то не согласовали они с кем-то источник финансирования. Вот указали еще. Либо не согласовали, либо просто не знают, кого назначить. Может и такое быть, да. То источник. Понятно. Ну, ваша позиция насчет 16 сентября. Нужно проводить его, не нужно проводить марш унионистов? И самое главное, нужно ли выходить против марша унионистов, перекрывать дорогу и не давать пройти унионистов. Моя позиция такая, сохранять спокойствие, не впадать в истерики и не поддаваться на провокации, откуда бы они не исходили. Как писал классик Гоголь, держать, как говорится, себя в руках. Держать порох сухим, потому что он понадобится. Сейчас очень можно быстро все, как говорится, распалить, спалить и потерять все. И, ну, я предполагаю, что, возможно, не могу дать какой-то гарантии, что вообще этот марш не дадут провести власти. Это первое. Что может быть, это вот такой неожиданный, для нас, по крайней мере, с их стороны будет демарш, но очень правильный для них. Может этот марш состояться тоже, потому что, как бы у людей есть настроение, есть кураж, есть финансирование, не знаю, там много чего есть, и они пойдут по улицам в город. На мой взгляд, если у кого-то есть желание провести контракцию, то, значит, это надо делать не там, где эти унионисты, чтобы не было прямого столкновения. Я уже... В общем-то, готовится этнокультурный фестиваль на 16 сентября. Ну, я... Понимаете, унионисты сделали несколько заявлений, где клялись и божились, что они будут проводить все мирно. Понимаете? То есть, они себя уже обозначают как жертву. Мирно настроенные унионисты. Как жертву, да. Ну, вот так, понимаете. А с другой стороны, мы видим какие-то призывы довольно агрессивные. То есть, я боюсь, что в этом спектакле какие-то роли уже расписаны. И какая-то сила извне, даже неподвластного униониста, может сыграть на все это. Но унионистов виктимизируют, а людей, которые выйдут по каким-то своим соображениям противостоять, радикализируют. Вот зачем это нужно, я не знаю. По крайней мере, не идет речь о государственном перевороте, когда нужно спасать страну. Идет речь о том, что унионистские силы хотят показать нагло и беспардонно всем то, что они плюют на эту страну, плюют на это государство. И вот они хотят самовыразиться таким вот методом. Но если проводить какую-то акцию в защиту государственности, значит, нужно сделать все, чтобы избежать столкновений, провокаций. И значит, ее нужно проводить в другой день и подготовить так, чтобы это было не 10 тысяч, а 100 или 200 тысяч. И это серьезная работа, и показать всей стране, что вот есть огромное число людей, которые могут защитить эту государственность, если понадобится. Сейчас нет необходимости защищать ее, потому что если бы они сказали, как фашисты Бенитто Муссолини, что мы идем на Рим, или как в Мюнхене Гитлер заявил, что мы идем свергать правительство, тогда другой вопрос. Ну, на сегодняшний день они все обставляют таким образом, чтобы показать, смотрите, мы мирные румынские овечки с триколорами, с цветами, с дудками, с валынками, с песнями. Хотим пройтись по Кишиневу, чтобы... Чтобы их спеть и вложить к кому-то махать. И мы как бы вот даже вовсе не против никого, мы просто для себя. С другой стороны, есть много в интернете уже призывов там не пущать, раздавить гадину и так далее и тому подобное. Повторяюсь, что мне не нравится то, что уже какой-то ролевой сценарий проглядывается перед этим. Вот. Несчастные унионисты, которых зачмырили в Бельцах и которые сейчас в Кишиневе хотят пройтись. И какие-то вот уже там, ну по крайней мере на некоторых телевизионных каналах, некоторые уже политологи или комментаторы, симпатизирующие, мягко симпатизирующие унионистам, уже говорят, вас смотрите, ведь их же будут рвать, их же будут бить, их же там... То есть еще ничего не произошло, общественное мнение уже готовят к тому, что их будут бить. То есть самый лучший сейчас принцип, самый лучший сейчас позиция, это просто выгнор 16 сентября унионистов. Конечно, конечно, полный бойкот общественной. Ну и я думаю, что здоровым силам гражданскому обществу необходимо действительно через своих лидеров, через активистов подготовить масштабную акцию в поддержку государственности Молдовы и провести ее в какой-то из хороших, ясных дней осенних и собрать, неважно, будет ли она в Кишиневе, в Бельцах или в Адулой Водах, допустим. Тут можно придумывать все, что угодно, но главное, чтобы она была массовая. Камрате, пожалуйста. Камрате, да. Тем более, что нас-то все равно больше. Мы-то знаем, и проявлять истерию и страх перед кучкой недоумков, я думаю, как-то нам не к лицу. Хорошие слова, хорошие слова. Действительно, сейчас проявлять истерию перед кучкой недоумков нам не к лицу, потому что наша позиция должна быть грамотно извешенной, полностью согласен с моим гостем. А я на этой высокой ноте заканчиваю передачу «Мнение». С нами был Михаил Лупашко в студии и Григорий Петренко. Все только начинается. Спасибо. До свидания.